ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приобрести квартиры можно, используя средства социальной выплаты, а если этих денег скажется недостаточно, дополнительно оформить льготный ипотечный заем в Центре доступного жилья. Ставка по нему – две трети ключевые ставки Банка России. Сейчас это 8,7%. Заем будет предоставляться на срок до 10 лет. Минимальный первоначальный взнос – это 50%. Она оплачивается с помощью социальной выплаты. Если у семьи есть еще какие-то сбережения, то можно добавить дополнительно эти сбережения для оплаты первоначального взнота. Также на оплату первоначального взноса можно оправить средства материнского семейного капитала. Жилье по программе «Социальная ипотека» можно приобрести в Кондратевском жилмассиве. Там доступно для очередников примерно 200 квартир. В следующем году будет готов новый малоэтажный жилой комплекс на 430 квартир в Парголово. Также в работе еще 11 объектов. Уже сегодня в Петербурге стартовал второй масштабный фестиваль «Газпрома» «Друзья Петербурга». Экскурсии, театрализованные представления, лекции, мастер-классы. Больше 250 событий на 35 площадках. Накануне состоялась премьера фильма «Императрицы». Милена Иконникова продолжит. Презентация проходила в Академии художеств, что символично, поскольку учебное заведение было создано по указу императрицы Елизаветы. В новом фильме она – одна из главных персонажей. Киноистория рассказывает о трех женщинах-правительницах, которые стояли во главе страны после кончины Петра Великого. Готовы ли вы послужить мне веру? Правду, как служили когда-то отцу мы? Берем! 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 Роли императриц исполнили Юлия Пересильд, Ксения Утехина и Анна Уколова. А режиссером стал Андрей Кравчук, известный зрителю по фильмам «Итальянец», «Адмирал» и «Викинг». Съемки длились полтора месяца в петербургских дворцах и московских кинопавильонах. Когда ты вдруг задумываешься, что после Петра Первого, который был такой прямо, ну что ли, гипер-мужчина, продернувший страну на 200 лет вперед, построивший империю и все остальное, и вдруг после него практически на 100 лет к власти приходят женщины. И что это такое было для страны? Ответы на эти вопросы искали вместе с экспертами в области моды, архитектуры, истории, этикета. Фильм не просто художественный, он еще и документальный. Именно поэтому там интервью, инфографика. Это вторая картина из «Цикла Рус», начальная о Петре Первом. Все фильмы создал «Газпром Медиа Холдинг» по заказу и при поддержке ПАО «Газпром». Любая страна, она стоит на традициях, поэтому о нашем прошлом надо рассказывать. Вот в такой, с одной стороны, игровой форме, потому что это больше художественный фильм. Вы видели прекрасные актрисы. С другой стороны, точные факты, которые сообщают эксперты в области культуры, искусства, психологии. Мне кажется, это приковывает внимание, потому что, с одной стороны, зритель развлекается, с другой стороны, получает новые знания. Всего уже запланировано пять картин, посвященных историческим личностям. Увидеть новую в широком прокате можно будет с 26 октября. Что касается фестиваля «Друзья Петербурга», он только начался. И каждый день будет включать в себя десятки мероприятий. Узнать о которых больше и посетить их бесплатно можно, зарегистрировавшись на сайте. Милена Иконикова, Юрий Соколовский, Вадим Вагапов. Телеканал «Санкт-Петербург». Петербург на втором месте среди регионов России по количеству специалистов, готовых работать в инновационных компаниях. За летние месяцы этого года общее число открытых вакансий по стране выросло на 22%. По отношению к пяти месяцам с начала года. А вакансий для новой экономики на 11%. В нашем городе востребованы такие квалифицированные кадры в сферах науки и техники, как ученые, аналитики, инженеры, архитекторы, проектировщики и многие другие. Также можно отметить, что карьерные возможности в области инновации продолжают привлекать молодых специалистов, завершивших обучение в этом году. Осень вступила в свои законные права, и многие петербуржцы уже спешат обновить гардероб к грядущим холодам. Где найти обувь, которая не даст ногам промокнуть, будет греть в любой погоде, и главное, подойдет даже на самую проблемную стопу, расскажет Анастасия Лакман. Выставка белорусской обуви вновь радует своих покупателей не только качеством и ценами, но и разнообразием ассортимента. Здесь вы найдете больше сотни моделей из новой осенней и зимней коллекции от коротких полуботинок до сапог. Что важно, каждая пара адаптирована к любым проблемам ног – выпирающим косточкам, высокому подъему, широкой стопе или объемным икрам. На данном модели расположены регуляторы полноты в виде трех резинок, что подходят людям с высоким подъемом и широкой колодкой, ногам склонным к отекам и полноте. Модель имеет водоталкивающую пропитку, которая не позволяет промокнуть вашим ногам. Подошву вулканизированная на литий в основе, то есть не приклеивается и не пришивается, она полностью спаяна с кожей, поэтому влага туда не попадает. Дополнительная круговая прошивка позволяет увеличить срок эксплуатации. Еще одно преимущество белорусской обуви в том, что она сделана из натуральной кожи, поэтому в процессе носки принимает форму ноги. Более того, все модели имеют мягкий супинатор, что обеспечивает хорошую амортизацию и распределяет нагрузку на ногу. Зимний ассортимент на выставке с натуральной овчиной внутри. Она сохранит ноги в тепле даже в самые суровые холода. Позаботились белорусы и о мужчинах. Для них тоже привезли большую коллекцию туфель и ботинок от 40 до 49 размера. У меня нога широкая, поэтому мне колодка подходит. Уже лет 30 нашу белорусскую обувь, поэтому она мне нравится и качество хорошее. Выставка «Белорусская обувь» работает в Петербурге до 15 октября. С 10 утра до 7 вечера по двум адресам. В левом крыле ДК имени Крупской на проспекте Обуховской обороны – 105. И в левом крыле Дворца культуры и техники имени Газа на проспекте Стачек – 72. Анастасия Лакман, Андрей Осин, Вадим Вагапов, Телеканал «Санкт-Петербург». В завершении выпуска о курсе валют на завтра. Юань – 13,62 рубля, доллар – 99,68 рубля, евро – 104,79 рубля, турецкая лира – 3,62 рубля. Субтитры создавал DimaTorzok